Приветствую, друзья! Сегодня я покажу вам, как ферментировать чечевицу двумя способами. Первый способ будет без ферментов и заквасок. А для второго способа понадобятся ферменты, которые можно купить в аптеке или в маркетплейсах. Итак, поехали! Первый способ. Покупаем зеленую чечевицу и проращиваем ее. Интересно, что зеленая чечевица, в отличие от красной, прорастает практически любая. Даже купленная в таких маркетах, как магнит, пятерочка. Так что здесь даже не понадобится какая-то супер-эко-чечевица. Чтобы прорастить ее, нам нужно для начала ее промыть и оставить замачиваться в воде на 8-12 часов. Я оставляю замачиваться чечевицу на ночь. За это время чечевица набухает в 2-3 раза. Можно замачивать в глубокой тарелке, кастрюле. Но мне вот в таком дуршлаге для промывания круп удобнее всего проращивать. Или в таком дуршлаге для промывания риса. Утром воду сливаем и оставляем. Через 12 часов вечером промываем чечевицу и сливаем воду полностью. И снова оставляем на 12 часов. В общем промывание и сливание повторяем 2 раза в сутки. После того, как проростки проклюнутся на полсантиметра, их можно будет использовать для ферментации. Но прежде необходимо взбить проростки в блендере с небольшим количеством воды. Примерно так, на 1 стакан проростков приходится полстакана воды. Сильно жидкую кашу делать не стоит. Так как вода сильно разбавит ферменты, которые образовались в проростках. Теперь нам нужно эту кашу постепенно нагревать на малом огне до температуры не превышающую 100 градусов. Для этих целей подойдет плита на минимальном огне, мультиварка, духовка, дегидратор. Лично я использую медленную варку. При постепенном нагреве в измельченных проростках активируются поочередно ферменты и расщепляют фитиновую кислоту, белки, жиры и сложные углеводы до простых и легко усваиваемых питательных элементов. Такой способ приготовления не вызывает сильное разрушение питательных элементов и денатурацию белков. Дело в том, что растительные ферменты имеют наивысшую активность при более высоких температурах. Например, фермент альфа-амилаза имеет пик активности примерно при 70 градусах. Поэтому и необходимо постепенно нагревать предварительно пророщенное и измельченное зерно до температуры 70-80 градусов. Время ферментирования приготовления у чечевицы порядка 3-4 часов. Полученная каша обладает весьма интересным вкусом. Он богаче по сравнению с проростками или с вареной кашей. Ощущения после ферментированной еды комфортные и нет тяжести, как после вареной каши. Но меня часто спрашивают, ферментированная еда является живым питанием на уровне с сыроедением. Ответ и да, и нет. Да, потому что ферменты расщепляют сложные макронутриенты до простых. И такое питание не нагружает ферментную систему человека. И является даже питательнее, чем сыроедение, которое основано на фруктах, овощах и зелени. Сыроедение с употреблением сырых семян и орехов я в расчет не беру. Это отдельная история. Итак, а какой же минус у ферментированной еды? Дело в том, что молочнокислые бактерии, которые содержатся во всех живых растительных продуктах, кроме ореха, там другие бактерии, погибают при температуре свыше 50 градусов. Именно по этой причине у веганов плохо работает симбиотная микрофлора. Так как веганы едят много вареной еды, в которой естественно тоже от высокой температуры погибают бифида и лактобактерии. Вареная еда не обогащает кишечник нужной микрофлорой. Поэтому здесь как альтернатива нужно включить в свой рацион квашеные продукты. На моем канале собралось уже много рецептов квашеных и ферментированных блюд. В общем с этим понятно. Давайте перейдем ко второму рецепту ферментации чечевицы. Он как раз подойдет для тех, кто не желает заморачиваться с проращиванием и хочет обогатить ферментный продукт молочнокислыми бактериями. Итак, нам понадобится фермент альфа-амилаза. Я приобрел такую. Она предназначена для расщепления крахмала до низкомолекулярных растворимых декстринов. То есть на более простые сахара, которые усваиваются легче, чем термообработанный крахмал. Конкретно мой экземпляр предназначен для разжижения зернового сусла и используется в пивоварении. Можно использовать и ферменты в капсулах, которые предназначены для улучшения пищеварения. И они будут даже эффективней, так как там есть и протеаза, и липаза. А эти ферменты будут расщеплять не только крахмал, но и белки, и жиры. Но такие ферменты, естественно, дороже. Поэтому мне лично достаточно только альфа-амилазы. Так как зерновые это на 60-70% крахмал. Итак, ферментируем по аналогии выше, только без проращивания. Берем, замачиваем красную чечевицу на пару часов. Затем взбиваем ее в блендере на высоких оборотах. Далее добавляем фермент. Конкретно мой используется так. 1 мл на 1 литр продукта. И перемешиваем еще раз в блендере на низких оборотах. Затем, также по аналогии, как и с пророчной чечевицей, ферментируем 3-4 часа. Каша становится очень сладкой. Поэтому я ее далее заквашиваю молочнокислыми бактериями в йогуртнице. На выходе получается очень вкусный творожок. Его можно есть просто так, с фруктами, или добавлять в питьевой йогурт. Кстати, очень актуально для тех, кто занимается силовыми тренировками. Рецепт живого коктейля для тренировок могу выложить отдельно. Если интересно, пишите об этом в комментариях. Напомню, 29 апреля я проведу марафон по голоданию. Подробности оставлю в описании. Также там вы найдете ссылки на мои телеграм-каналы.